А ты не даешь никакого шанса, ты просто вышел, потому что тебе нужна эта территория, и ты говоришь, я отдаю приказ, забирай у них эти территории. Это что значит? Это значит, что этот мэр теперь должен найти способ, чтобы законодательно как-то обосновать и отнять эти участки у людей. Конечно, вы их запугаете, сделаете там все необходимое для того, чтобы они никак это с вами не оспаривали. Субтитры сделал DimaTorzok Наконец-таки у него состояние здоровья приходит в порядок, а если у него улучшается состояние здоровья, значит начинаются проблемы у населения, у чеченцев. Как правило, вообще люди отдыхали, когда ему было плохо, когда он не мог разговаривать, когда он там еле-еле выдавливал из себя какие-то слова этому Никите Журавелю, когда тот якобы хотел принять ислам, и он ему говорил, У меня искренне отоговаривай еще так тяжело от себя выдавливал. В это самое время в республике был некий расслабон. Всякие репрессии в отношении людей, там какие-то, ну в общем те напряги, которые обычно бывают. Эти напряги как-то... Людям было не до этого, не до того, чтобы напрягать людей, потому что они были... Кадыров был занят своим здоровьем, его окружение было занято тоже его здоровьем. Кто-то желал ему выздоровления, кто-то желал ему смерти. В общем, все в таком ожидании замерли. И индикатором того, что в республике есть какое-то послабление, являются тонировки. Как только в республике появляются тонированные машины, это индикатор того, что власти как-то не до... не до репрессий в отношении людей. И вот сейчас нет-нет в республике, не то, что нет-нет, уже немало тонированных машин, которые вы можете встретить на улицах наших городов. Это все результат плохого состояния физического и духовного здоровья у Кадырова. Но так как ему полегчало, он приходит в себя, он уже стал, ну и выглядит лучше, и в общем двигается. Парень идет на поправку, соответственно начались и вот эти вот потихоньку снова начались репрессии. И вот недавно, на днях, Кадыров решил прогуляться по окрестностям своей резиденции в городе Грозном. Так как у Кадырова растет немало отпрысков, его потомство, там по-моему 14 человек официально, скорее всего, уже еще добавилось. В общем, владения царской семьи, они тоже должны расширяться. И в общем, видимо, ему теперь того, что уже есть вокруг резиденции, дома там его детей, жен, родственников приближенных, видимо, уже места мало. Теперь ему нужно еще целые кварталы под земли для своих детей освобождать. И вот он вышел с мэром Грозного, там с различными представителями своей свиты, вышел и начал прогуливаться и смотреть на вот эту вот близлежащую к резиденции территорию. Грозенцы знают это место, это район Трампарка. Он, значит, с возвышенности смотрит вниз, видит там какие-то, значит, неухоженные дворы. Неухоженные в смысле, ну, где-то там заросли какие-то, что-то у кого-то, сорня какой-то растет. Кто-то, может быть, не живет в этих домах. Кто-то, может, живет, но ему, ну, бывают люди разные. Кто-то ухаживает, кто-то не ухаживает. Короче, Кадыров, значит, смотрит на это все хозяйство и отдает приказ мэру Грозного, говорит, все, посмотри, говорит, это же позорно. Вообще-то, что я вам рассказываю? Давайте сначала посмотрим, что сказал Кадыров. Кадыров Ну, вы поняли, да? Это же стыд и позор, говорит, посмотрите там, какие там, говорит, заросли, как люди живут, как они могут Грозному в центре города, говорит, так мол, жить. И отдает приказ, я, говорит, тебе отдаю приказ, эти все участки отними. Смотрите, он не говорит, разбились, сделай так, чтобы это привели в порядок. Он не говорит, он говорит, я даю приказ отнять, говорит, забрать все эти участки. У меня нет сомнений, что просто Кадырову теперь нужно расширять имение для своих подрастающих отпрысков. Но смотри, Кадыров, я для тебя даю тебе информацию. Наверняка сейчас вся твоя пропаганда, ты там, вы сядете и будете эту тему комментировать, показывая, вот смотрите, во всех странах этого мира, везде требуют там, мэрии, городов, администрации, районов. Они тоже людей вынуждают, чтобы они ухаживали за своими территориями. Где-то существует правило, допустим, каких-то населенных муфтов, даже европейских, существует правило, что кто-то не может там, к примеру, забор выше, сколько это, там, сантиметров или метров быть не может. То есть, определенные правила есть, и я с этим не спорю. Но разница, знаешь, в чем Кадыров? Разница в том, что люди, живущие, допустим, в Монако, в Нормандии, где угодно, даже в Тбилиси, когда я жил, в Тбилиси есть район целый, курортный, туристический, точнее. И там немало таких, знаешь, заброшенных домов, дворов, очень ветхое жилье. Но вот в чем разница? Везде, где угодно, власти могут заняться этой проблемой. Действительно, если это, например, портит вид города, населенного пункта, если это является препятствием для туризма, допустим, то власти могут делать все необходимое, обязывать людей для того, чтобы те приводили в порядок свои имения. И в определенных случаях власть даже может пойти на такие меры, когда просто изымается эта собственность у людей. Но везде, в нормальных странах это происходит по решению суда. Не может быть так, чтобы, допустим, князь Монако вышел на улицу, позвал, подтянул мэра Монте-Карло и сказал, так, смотри, вот эти вот не ухаживают за своими имениями. Я отдаю тебе приказ, значит, забрать. Такого быть не может. Не может Макрон подтянуть там, как его, губернатор или кто он у них там, префекта в Нормандии, и ему так отдавать приказы, понимаешь? В Тбилиси не может президент или премьер-министр подтянуть мэра Тбилиси, этого футболиста знаменитого, и такие вот приказы ему отдавать. Такого быть не может. Есть определенная процедура. Если, например, сначала принимается законодательная база, то есть люди должны понимать, что если они не ухаживают за своей территорией, это нарушает закон. Не твое желание, твое слово, а закон, понимаешь? Сначала делается закон, потом на основании этого закона подготавливаются необходимые процедуры, подается жалоба в судебном порядке, суд выносит решение. Затем этот человек имеет право обжаловать это решение. Этот человек, пока идет этот процесс, вот в этом промежутке, может исправить эти проблемы, которые возникли, и тогда к нему никаких вопросов не будет. То есть первая цель – это смотивировать этого человека, сделать так, чтобы он привел в порядок свои участки. А ты не даешь никакого шанса, ты просто вышел, потому что тебе нужна эта территория, и ты говоришь, я отдаю приказ, забирай у них эти территории. Это что значит? Это значит, что этот мэр теперь должен найти способ, чтобы законодательно как-то обосновать и отнять эти участки у людей. Конечно, вы их запугаете, сделаете там все необходимое для того, чтобы они никак это с вами не оспаривали. То есть понимаете, в чем беспредел этой ситуации? Не в том. Они сейчас, конечно, будут говорить, что когда мы отбираем там, они говорят, а вот посмотрите, вот там в стране это происходит. Везде, где это происходит, если это происходит, вы везде найдете процедуру. В нормальных странах я имею в виду. Мы сейчас не говорим про Северную Корею, я не знаю, какие там процедуры, но в нормальных цивилизованных странах везде есть процедура, везде есть какая-то правовая база, и везде есть решение суда, без которого невозможно лишь по желанию какого-то князя, монарха, или тем более какого-то дегенерата, не могут забирать. Это называется просто рэкет, это отъем у людей их собственности по каким-то причинам надуманным. Если бы он вышел на эту смотровую и увидел бы, что там, допустим, там все было бы, например, ухожено, то он нашел бы какую-то другую причину, потому что здесь именно причина, здесь нет нарушения какого-то закона и реакции на это нарушение. Здесь есть причина и здесь желание отнять эти участки, и уже под это желание подгоняется теперь все необходимо. Поэтому, к сожалению, у этих людей, скорее всего, эти участки заберут, если, конечно, там не изменится желание Кадырова, его решение по этому поводу. Будем надеяться, что изменится, может быть, он как-то образумится, может быть, этим людям удастся сохранить эти свои участки. Представляете, там люди, ну, у кого-то там давно уже участок, кто-то там вырос у кого-то поколениями, они жили, и не было никаких у них проблем, пока Кадыров не построил там рядом свою резиденцию. И теперь из-за того, что он там построил резиденцию и хочет теперь своих всех отпрысков поселить там рядом с собой, теперь людям придется переезжать, отдавать свою собственность, лишиться ее. Короче, я даже не знаю, что посоветовать этим людям, если есть возможность как-то избавиться от этого всего. Я думаю, сейчас самое время, хотя, наверное, уже поздно. Нис Молха, правильно же я говорю? О, Нис Молха. Слушай, там многие не верят, что за кадром у тебя... Что у меня есть ассистент? Что я пишу, да. Что твой ассистент, скажи им, что это... У меня появился ассистент, он теперь будет мне постоянно ассистирует, он будет мне помогать. Вы его не знаете, его голос вам не знаком. Но вы его узнаете, потому что он теперь будет часто у нас появляться, инша Аллах. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»